Давайте обсудим скорость вычисления чисел Фибоначчи. Посмотрим на программу, которую мы написали. Вот она, функция Фибоначчи, в которой отдельно крайний случай, отдельно рекуррентный случай, все понятно и кристально чисто. Я запускаю вычисления с первого по сорок девятое число Фибоначчи и надеюсь сейчас увидеть их на экране. Итак, посмотрим на результат. Вот мы видим число по сороковое, но почему-то оно тормозит. Очень медленно вычисляются числа, осталось-то не так много. Но я не могу дождаться, когда же это произойдет. Может, когда ханойские башни переложатся. Что такое? Давайте попробуем замерить это время. На помощь нам придет библиотека Time, в которой есть функция Clock. Я заранее заготовил блок кода. Я заменяю этот вызов функции на... Вызов функции с замером времени. Вот Time1, Time2. Я перевычисляю разность между ними в миллисекунды. И вот я ее распечатаю на экран. Давайте с вами посмотрим на то, какие времена там получатся. Ну, вот вижу миллисекунды, миллисекунды. Уже полторы секунды. Вот уже 2 секунды, 290. В общем, он реалистичен. То есть, он Time нас не обманывает. Часики показывают все правильно. Что-то можно начать подозревать. Вот, например, 1 плюс 2 равно 3. Ну, 2,2 плюс 3,7 это примерно, видите, 6. 3,7 плюс 6 это как раз примерно 9,7. Времена как-то тоже ведут себя как числа Фибоначчи. В чем же дело? Давайте с вами посмотрим, что происходит при рекуррентном вызове. Например, функции Фибоначчи от 5. Фибоначчи, она, ничтоже сумняшися, вызывает функцию Фибоначчи от 4, а затем, соответственно, функцию Фибоначчи от 3. Но это произойдет не скоро, а только в тот момент, когда вот это вернет результат. Ну, я просто для себя отметил, что там она будет. Это вызывает, соответственно, функцию Фибоначчи от 3, а потом вызовет функцию Фибоначчи от 2. И это вызовет функцию Фибоначчи от 2 и функцию Фибоначчи от 1. Функция Фибоначчи от 2 вызовет функцию Фибоначчи от 1 и функцию Фибоначчи от 0. Ну, слава богу, у меня это крайние случаи. То есть, они вычисляются быстро, возвращая результат. Это возвращает 1, это возвращает 0. После этого, вот эта функция соображает результат 1 плюс 0 равно 0 и возвращает его функции Фибоначчи от 3. Но самое страшное то, что вот эта функция Фибоначчи от 3, она знает результат, но она не знает вот этого результата. Он забыт. Он нигде не закэширован. Поэтому мне приходится снова вызвать и получить этот результат оттуда, что функция Фибоначчи от 1 равна 1. Функция Фибоначчи от 3 соображает и возвращает, что она равна 2. Функция Фибоначчи от 4 получила 2, но она забыла, она и не знала на самом деле, что уже функция Фибоначчи от 2 была вычислена. Поэтому она ее вызывает, прошу прощения, сразу возврата не произойдет, потому что Фиб от 2, он вызовет Фиб от 1 и Фиб от 0. Которые, конечно, вычисляются просто, но тем не менее, вот этот результат о том, что она равна 1, будет получен не очень скоро. В результате Фиб от 4 таки соображает, что результат равен 3, return 3. А дальше функция Фибоначчи от 5, ничтоже засумнявшейся, вызывает Фиб от 3. Зачем она это делает негодная? Но, увы, она вызывает, в свою очередь, Фиб от 2, а она Фиб от 1 и Фиб от 0. Так, но она получит, естественно, результаты. 1, 0 вернет 1, а тут еще надо вызвать Фиб от 1, которая, ну, слава богу, быстро вернет, а на крайний случай быстро вернет 1. И только тогда, когда вот эта функция досчитается, мы, елки-палки, наконец-таки узнаем, что функция Фибоначчи от 5 равна 5. Представляете себе, да? Надо сказать, что то, что вы сейчас видите, вот это дерево вызовов, это дерево Фибоначчи. В нем левое и правое поддеревья имеют высоту, различающуюся на 1. И каждое поддерево тоже является деревом Фибоначчи. Вот. Ну, что можно здесь сказать? Ничего хорошего. Для того, чтобы посчитать число Фибоначчи от 5, мне пришлось совершить 15 вызовов функций. А глубина погружения, то есть количество адресов, максимальное количество адресов возврата, хранившееся на стеке вызовов, и локальных перемен. Ведь параметры же тоже там хранятся. Параметр n. Значит, их сколько? Раз, два, три, четыре, пять. То есть оно равно, собственно, этому n. То есть по памяти это тоже неэкономно. Приехали. Что может нам помочь? Поможет нам, конечно, наш заголовок. Динамическое программирование. Основная идея динамического программирования состоит в том, чтобы решить каждую подзадачу только один раз, сократив тем самым количество вычислений. И наибольшую пользу оно приносит именно тогда, когда экспоненциальное количество повторяющихся задач. Итак, давайте с вами попробуем кэшировать. Попробуем кэшировать те числа, которые уже вычислили. Я создам вот здесь вот вне функции кэш. Это будет у меня массив из... Ну, мне на самом деле будет достаточно 50 чисел. Ну, в крайнем случае хорошо 100. Ну, числа Фибоначчи растут очень быстро. Поэтому я знаю, что они просто не поместятся в стандартную переменную int. Оверфлоу наступит слишком рано. Ну, и я инициализирую этот массив нулями. Фактически, этот переменный, этот массив, он у меня хранится в сегменте данных, является статическим. Он живет между вызовами функций, независимо от них. Ну, я подчеркну это словом статик. Вот, хотя в данном случае это и так необязательно. Что я буду делать? Ну, крайний случай крайним случаем. Пускай он себе всегда реагирует однозначно. А вот иначе я буду в первую очередь смотреть, не закэшировано ли уже это число n. То есть, если у меня кэш от n не равен нулю, не равен нулю, то просто нужно вернуть этот самый кэш от n. И все. А вот иначе мне нужно будет развернуть некоторую деятельность. Давайте ее развернем. Мне нужно не сразу возвращать этот результат, а закэшировать его. Кэш от n равно, соответственно, вот этому вот. Ну и вернуть этот самый return кэш от n. Я могу вот здесь заметить один важный момент, что, во-первых, вот этот else не нужен. Вот этот else не нужен, потому что здесь есть return. То есть, если я там меньше либо равно 1, то просто я уже вышел. Дальше. Я вижу, что у меня и тут, получается, есть return, и тут у меня есть return того же самого. То есть, получается, что мне в любом случае нужно делать этот return. Ну так давайте его и делать просто один раз. Вне вот этого дела. Ну а тут у меня получается, что какая-то пустая внутренность, пустой оператор по if. В этом случае я могу сказать просто not вот этого вот условия. Ну или даже просто поменять его на противоположное и отказаться от этого else. Ну и в данном случае еще и скобки, оказывается, не нужны. Я сократил свою функцию. Несмотря на то, что в ней появилось кэширование, она все равно по-прежнему записывается коротко. Она по-прежнему рекуррентная. Она по-прежнему, как видите, вызывает сама себя. Всего лишь я не всегда это делаю. Реже это буду делать. Ну и что же теперь будет? Давайте посмотрим на результат. Все замеры времени остались. Все в порядке. Просто вот невозможно заметить. Но видите, что уже на числе 47 начался overflow. У меня не может храниться в переменной int такое число. То есть это уже неадекватно. Но времена ноль. Представляете себе, да? Как классно. Вот. Это называется динамическое программирование сверху. Существует также динамическое программирование снизу. Его идею мы обязательно тоже сейчас реализуем. Я создам аналогичный заголовок функции, но назову ее FibDynamic. Хотя и та, в принципе, относится к динамическому программированию, но чаще называют рекурсия с кэшированием. Давайте его свернем. Итак, FibDynamic. Как вы понимаете, с кэшированием или без кэширования, но память я уже все равно не экономлю. То есть глубина погружения все равно большая. А на эту глубину погружения мне требуется память на стеке в достаточном объеме. Ну тогда я возьму и скажу. Ну давайте я просто выделю, раз уж без рекурсии попробуем. Ну так давайте выделим памяти столько, сколько мне нужно, чтобы хранить все значения чисел Fibonacci с нулевого по nt включительно. Я вот создаю массив вот здесь, который будет у меня зависеть от того, какой параметр тут передали. В языке C так с некоторых пор стало можно с какого-то там стандарта, с 99-го года что ли. Ну и в этом случае мне нужно его инициализировать руками. Я Fib от нуля запишу равным нулю, Fib от единицы равно 1. Это крайний случай. Я обращаю внимание, что когда я говорил про рекурсию, я называл его крайним. Хотя может быть его стоило называть конечным, но в динамическом программировании снизу это не конечный. Это начальный случай. Понимаете, в рекурсе мы добирались до этой мышки. Пока же наконец это. А если я заранее знаю, что мышка мне нужна, понимаете, тогда я сразу начну с мышки. То есть мышка выдала свой результат, потом этим результатом просто берет и пользуется кошка и так далее до деда. То есть это просто последовательно расширяем наше знание о функции. То есть я еще раз заготовил массив под то, чтобы эту функцию целевую, требуемую мне функцию, вычислить для каждого значения в диапазоне от 0 до n включительно. Хотя реально, реально я интересуюсь только числом Fibonacci n. То есть Fib от n мне интересует. И я последовательными переходами, начиная от числа 2, не вычисленного еще, то есть нулевой есть, первый есть, это крайний случай, мы с него начинаем. И начинаем расширять наше знание о функции, пока не достигаем n включительно. Здесь меньше либо равно. И и плюс плюс, ну или плюс плюс и. И что я делаю? Я говорю число Fibonacci от i. Мы вычислим от числа Fibonacci от i-1 плюс число Fibonacci от i-2. Посмотрите, как это красиво выглядит. Это выглядит даже лучше, чем в рекуррентном случае, потому что там результат у нас был, ну либо return, либо в кэш отправляется. А здесь прям вообще как математическая формула при разработке самой рекуррентного алгоритма. И вот это тоже красиво выглядит. Вообще динамическое программирование, оно часто выглядит довольно красиво. И никакой рекурсии. Никакой рекурсии, никаких сложностей. По сути один единственный цикл. Знатоки могут мне сказать, Тимофей Федорович, числа Fibonacci вообще не обязательно все хранить, можно было обойтись двумя переменами. Да, это правда, но вы знаете, экономить все равно сильно-то нечего. Именно в числах Fibonacci нечего экономить. Итак, давайте посмотрим на... Ну, она очевидна, но все равно. Давайте посмотрим на асимптотику нашей функции FibDynamic. Да, вот посмотрим на то, как она сработает. Вот те же самые 0 миллисекунд, все отлично. Числа те же самые, на 47 в overflow наступает. Ну, собственно, на этом все. Вы узнали о том, что такое динамическое программирование. И мы можем с вами попробовать применить эту идею для чего-нибудь, ну, по крайней мере, более красивого, чем просто числа Fibonacci. Переходите к следующему видео. Субтитры создавал DimaTorzok